Библейский портал экзегет.ру представляет 24 глава книги Иисуса Сына Сырахова и я ее читаю в синодальном переводе для библейского портала экзегет. Премудрость. Главная героиня книги притчи Соломоновых, в которой книга Сыраха подражает и комментирует, продолжает, развивает ее тему. Ну а кроме того, мы знаем, если мы привыкли к христианской экзегезе, что премудрость понимается как, ну, некоторое, скажем так, описание Христа до Христа. Так, христианская экзегеза, по крайней мере. Откуда это взялось? Вот притча Соломонова — это очень древнее нечто, да? Евангелие — это вот уже Новый Завет. А между ними пустота? Нет, вот между ними как раз описание премудрости у Иисуса, сына Сирахова. Потому что, вот если сказать премудрость, там, еврейское слово хохма, греческое София, но это скорее абстрактное понятие, да? Даже храмы строились в Древней Руси, кстати, храмы Софии, премудрости Божьей, да? В Киеве, в Новгороде. Ну, самые древние и самые главные храмы. Потом это как-то забылось. Но разве можно ставить храм абстрактному какому-то принципу? Нет там храмов святости, праведности, благочестия, да? Значит, София — это личность. Премудрость — это личность. А какая же она личность? Премудрость прославит себя, и среди народа своего будет восхвалена. В церкви, ну, собранием, скажем, Экклесея, слово греческое, которое означает «церковь», в церкви Всевышнего она откроет уста свои, и предвоинством его будет прославлять себя. «Я вышла из уст Всевышнего, и подобно облаку покрыла землю. Я поставила скинюю на высоте, и престол мой в столпе облачном. Я одна обошла круг небесный и ходила во глубине бездны. В волнах моря и по всей земле, и во всяком народе и племени имела я владение. Между всеми ими я искала успокоения, и в чьем наследие выдворится мне». Это не абстрактный принцип. Что это сила некоторая, энергия, проявление Бога в этом мире? Может быть. А, кстати, книга Иова, которую мы тоже вспоминаем периодически здесь, там есть гимн «Премудрость» и 28 глава, что ее никто не видел, она от всех сокрытая, она только у Бога. Это тоже не абстрактный принцип, потому что абстрактный принцип, но мы его не то что видим, мы его конструируем в своей голове. Что же это такое? Но обратим внимание, она присутствует при творении мира. Она исследует творение мира, сама выходит из уст Всевышнего. Слово Божье. Ага. Книга Иоанна, Евангелие, да, в начале было слово. Иными выражениями сказано примерно то же самое. То есть «Премудрость» — это нечто, что с самого начала, с одной стороны, от Бога, с Богом, перед Богом, а с другой стороны, что присутствует при сотворении этого мира. Смотрите, фактически, первая глава Евангелия от Иоанна и 24 глава Сираха говорят одно и то же, хотя в совершенно разных выражениях. «Тогда Создатель всех повелел мне и произведший меня». Обратите внимание, кстати, вот то, что потом будет тонким различием в христианском богословии Создателей и произведущий, не одно и то же. То есть он является источником премудрости, но не создает ее, как этот мир. То, что потом станет, конечно, в христологии догматом о несотворенности сына. «Произведший меня указал мне покойное жилище и сказал, поселись в Иакове и прими наследие в Израиле». Иаков — это первое имя человека, которого потом назовут Израиль, ну и другое имя израильского народа. То есть получается, что именно народ израильский становится местом обитания премудрости, как личности, силы, принципа всего сразу, потому что этот народ верит в единого Бога. «Прежде век, от начала он произвел меня, я не скончаюсь вовеки». Вот видите, примерно те же самые мысли, что премудрость, она изначально по отношению к этому миру, но от Бога имеет свое начало в нем. «Я служила пред Ним во святой Скини и так утвердилась в Сионе. Он дал мне также покой в возлюбленном городе и в Иерусалиме власть моя. И укоренилась я в прославленном народе, в наследственном деле Господа». То есть израильский народ и Иерусалим, как его столица, это некий особый удел Господа, где премудрость почивает, где ее дом. Да, вот можно ходить в разные места. Я вот в студию сейчас пришел, но у меня есть дом, я там живу. Он мой. Вот. И у нее точно так же. Странно. Что это значит? Что израильтяне все мудры? Да ладно, только что было про глупость пару глав назад. А что израильтяне все святые и праведные? Ой, слушайте, давайте почитаем исторические книги Библии, там куча примеров, что это абсолютно не так. Да и здесь упоминаются периодически всякие не очень праведные люди. Но, значит, премудрость, она некоторая высшая ценность, которая открыта именно израильскому народу, как народу, верящему в единого Бога. Я возвысилась, как кедр на Ливане, и как кипарис на горах Ермонских. Ну, это горные такие области. Ливан сегодня так страна называется. Хермон, это на севере Галилея. Я возвысилась, как пальма в Энгеде. Это оазис около Мертвого моря. И как розовые кусты в Ерихоне. То есть такие места, которые прославились своими прекрасными растениями, либо величественными, либо красивыми. Я, как красивая маслина в долине, и как платан возвысилась, как корица и аспалав, я издала ароматный запах, это ароматические растения, и как отлично и смирно распространила благоухание, как халванионикс из токтей, как благоухание ладана в скинии. Вот куча всяких благовоний, даже не все из них переводчик знают, как передать. Я распростерла свои ветви, как теревинф, дерево такое, и ветви мои, ветви славы и благодати. Я, как виноградная лоза, произращающая благодать и цветы мои плоды славы и богатства. Вот здесь растительная символика. Смотрите, премудрость то, как царица, которая живет, то, как растение, которое произрастает. Вот мы говорим о Боге и о его проявлении в этом мире неизбежно через метафоры, через образное выражение. Мы не можем сказать напрямую, у нас нет технической схемы Бога. Некоторые люди думают, что есть, причем она у них, и они уполномочены ее толковать. Нет, мы говорим в образах. И вот образ жизни многообразный, цветущий, прекрасный, ароматный. То есть все, что растет и живет, вот все сравнивается с этой премудростью. Как еще сказать о действии Бога в этом мире? Ну, а нам-то что? Приступите ко мне, желающие меня, и насыщайтесь плодами моими. Ибо воспоминания обо мне слаще меда, и обладание мною приятнее медового сота. Едущие меня, то есть те, кто меня едят, еще будут толкать, и пьющие меня еще будут жаждать. То есть захотят повторить. Слушающие меня не постыдятся, и трудящиеся со мною не погрешат. Кстати, едущие плоди, пьющие кровь, потом будет в Евангелии и станет основой для христианской Евхаристии это слово. Вот здесь уже что-то подобное. То есть не просто слушающий, слушающий есть, но прежде всего едущий и пьющий. Тот, кто ест и пьет. В каком смысле? Но когда мы едим и пьем, мы питаем свое тело. Без еды и питья мы недолго проживем. Вот тот, кто питается премудростью. Не просто ее слушает. Слушать можно или читать, или, я не знаю, размышлять. Да, можно и не. Но не есть и не пить не может человек. Все это книга завета Бога Всевышнего. Закон, который заповедовал Моисей как наследие сонмам Израилевым. Сонмы — это множество людей. Как? Как? Закон вообще-то это множество конкретных положений. Так, приносите жертвы, это делайте, это не делайте. Вот Пятикнижия, большая его часть после бытия, она как раз про законы. А здесь что? Какие-то красивые образы. Пальма там, маслина, виноградная лоза, всякие благовония. Это разве закон? Закон — это конкретно. Вот сколько, чего, куда. А не вот это вот все. А получается, это смысл закона. То есть конкретное проявление вторично, первично. Вот это красота божественного действия в этом мире. Он, закон Моисеев, насыщает мудростью, как фессон и как тигр во время новин. Ну, то есть реки, которые разливаются весной. Он наполняет разумом, как Ефрат и как Ордан в одни жатвы. Значит, некоторые реки разливаются, ну, они в разные времена, да, которые от таяния снегов или которые от сезона дождей. Он разливает учения, как света, как геон во время собирания винограда. Разные реки, да, в разные сезоны года. Первый человек не достиг полного познания ее, не исследует ее также и последней, ибо мысль ее полнее моря, намерен ее глубже великой бездны. Несмотря на то, что люди к ней прибегают, и это для них благо, они полностью ее не познают. Вот, опять-таки, будущее христианское богословие, оно уже здесь есть. Бог познаваем лишь в той мере, в которой он открывается людям, но не до конца. Как мы не можем вычерпать море, так мы не можем познать Бога. Он превосходит наше понимание так же, как море превосходит все наши ведерки. «И я, как канал из реки, и как водопровод, да, водопровод сегодня звучит немножко смешно, но канал оращающий, и как водопровод вышла в рай. Я сказала, полью мой сад и напою мои гряды. И вот канал мой сделался рекой, и река моя сделалась морем. Вышла в рай». То есть, премудрость напояет рай, райский сад. Рай понимается как сад. Само слово «рай» по-гречески, «парадисос», это из еврейского, простите, из персидского, изначально «парадис», «парадис», вот эти вот все слова, они одного и того же корня, это обозначало большой сад при дворце. А, конечно, где будет сад, только там, где есть хорошее орошение. Поэтому канал, он отводит воду от какого-то водохранилища или полноводной реки на поля. Премудрость делает то же самое. Бог — это море, это некая пучина бездна, но как нам ее принять? Вот премудрость — это канал, по которому живительная вода течет в райский сад. И человек, который в этом саду, может из нее пить. И более того, сам сад существует благодаря этим потокам. То есть, да, премудрость — это действие Бога в этом мире. Премудрость — это его слово, это его энергия, это его явление. И отсюда, по сути дела, маленький пол шажка сказать, да, воплощение Бога в этом мире — это и есть явление премудрости. Но это слово будет сказано в Евангелии. «И буду я сиять учением, как утренним светом, и далеко проявлю его. И буду я изливать учение, как пророчество, и оставлю его в роды вечный». То есть, она свет, кстати, в символе веро-христианском — «света от света», — говорится о Христе, который является от Бога. То есть, мы тоже описываем его языком метафор. «Изливать учение, вода живая, то, что в Евангелии будет метафорой постоянной для...» Даже не скажешь, для чего конкретно. Для учения, не только для учения, для этого общения со Христом. «Видите, что я трудился не для себя одного, но для всех, ищущих премудрости». Это, судя по всему, говорит автор. Мы же уже читали в самом предисловии, что некий Иисус Сансирахов составил эту книгу. Это его поэтический гимн. Философский, богословский, но еще и поэтический. И вот он говорит, смотрите, я трудился. Правда, можно сказать, что я трудилась, но похоже, что это некоторые комментарии от автора, потому что премудрость, ну что же она трудилась для себя самого. Для всех, ищущих меня, она может сказать. Хотя можно понять эти слова и так, что премудрость трудится не для себя, а не только для того, чтобы как бы себя восславить, себя успокоить или что-то еще, для того, чтобы все могли к ней прибегнуть. Что же хорошего для людей в том, чтобы к ней приобщиться, об этом будет 25 глава. Субтитры создавал DimaTorzok